подключил шланги вот думаю сейчас я сделаю систему водяного охлаждения поставлю вот разместилась здесь под столом залил водой все все здорово красиво и хорошо работает и думаю сейчас буду уже пробуешь все как следует долго работала включил и смотрю что-то тут подгорает дымок пошел вот откуда из вот этой вот области окно присмотрелся вот из этой платы вон те вон стабилитроны подпаянные проводами там все начало очень сильно греться вот смотрите снял эту плату вот здесь прям невооруженным взглядом видно что же весь гетинакс даже вообще подгорел но провода смотрите уже успели заменить вот но там они были такие все уже подтекшие расплавившиеся но к счастью ничего не выгорело начал смотреть что же это за плата такая казалось что это питание отклоняющей системы то есть питание развертки электронно-лучевых трубок здесь есть и вторая такая же вот и на ней тоже подобные следы подобных повреждений но так вот я думаю что же произошло то надо посмотреть разобраться в чем дело может быть какие-то напряжение неправильно ну потому что подгорают стабилитроны то есть на них слишком большой ток поэтому отключил все разъемы с блок питания все три вот они и начал измерять уже точно вольтметром соответствие каждого даваемого напряжения вот здесь на разъемах то есть не то что там смотреть на вот этот приборчик а мерить непосредственно то что он выдает все данные свел в такую табличку но тут выяснилось что некоторые параметры выходят за пределы своих значений нашел тут что тут он почти 28 27 с половиной вольт вместо 24 25 и 8 это не так принципиально как то что на эту отклоняющую систему идет напряжение питания которое должно быть 100 вольт вот видите стабилитроны они здесь на схеме вот стоят просто по питанию ты на них рассеивается уж слишком большая мощность они рассчитаны по моему на 10 ватт или больше даже поэтому я стал искать первую причину первоисточник посмотрел что вроде как 100 вольт идет начал смотреть как эти 100 вольт которые на самом деле не 100 больше получаются в блоке питания вот плата блока питания который непосредственно стабилизирует эти самые 100 вольт ну там обмотка трансформатора диодный мост конденсатор это все там стоит а вот сама плата на которой приходит вход и выход также к ней подключены еще два вносных транзистора которые установлены на теплоотводе схема техника этой платы достаточно интересно она построена микросхеме маа 723 но которая в принципе является так понимаю клоном или некоторым подобием оригинальным микросхемам 723 серии это линейный стабилизатор напряжения в данном случае весь интерес представляет то что этот стабилизатор выполнен по так называемой плавающей схеме да потому что эта микросхема может регулировать напряжение только до примерно 47 что ли вольт или до 50 вольт на вход 50 по на выходе 47 больше она не может а тут у нас с вами как видим целых 100 а на вход приходит целых сто семьдесят четыре вольта и я эту схему так старательно изучал уже второй или третий день почему потому что хотел ее соответственно настроить настроить остальные схемы типа регулятор на 24 вольта и прочее которые сделаны по именно по прямому регулирование этой микросхемы не составило труда там подобрал резисторы для делителя по точнее чем те кто собирал микроскоп ну и все там удалось подобрать там 24 вольт нормально здесь же смотрите что вот у нас общий вход минус масса 0 базируемся здесь сама микросхема ее выводы питания вот он соответственно минус и плюс минус заведен непосредственно на выход то есть видите это плюс выхода он заведен сюда плюс питание этой микросхемы через стабилитрон соответственно подключен к плюсу входному это этот резистор для падения напряжения соответственно для стабилизации стабилитрон на 18 вольт конденсаторчик здесь стоит сглаживающий но не суть важно дальше что смотрите что здесь еще интересно вот у нее есть соответственно инвертирующий вход не инвертирующий вход инвертирующий соединен с частотной компенсации конденсатором но это не так интересно он соединен с резистивным делителем то есть на нем половина напряжения вот она отсюда отсюда вот он 33 пробовал менять напряжение только растет то есть ниже 118 она вообще не опускает 120 ладно смотрим у нее есть второе не инвертирующий вход который тоже подключен через резистивный делитель на это r3 на напряжение опорного источника в референс и на массу то есть на ноль который у нас ноль входной здесь они по счету поставили два резистора полтора мегалом и 47 килоом который вообще-то не 47 а сколько-то еще были в реальности стояли изменением этих сопротивлений добиться изменения выходного напряжения также не удалось это r10 это резистор на котором происходит падение напряжения для того чтобы оценить силу тока в данном случае микросхема 723 серии она не предоставляет какой-либо сложной защиты здесь есть только два контакта current sense и current limit при падении напряжения существенным на вот этом резисторе который способна открыть транзистор происходит соответственно прекращение подачи выходного напряжения то есть это такая защита от короткого замыкания некоторые усложнения которые сделали чехословакии они добавили еще вот этот вот транзистор сюда но управляющие вот этими двумя мощными и зачем-то еще вот этот стабилитрон который идет на базу силового транзистора зачем они этот стабилитрон добавили я чё-то честно говоря не совсем понял но тут даже есть еще один элемент который тоже мне совершенно непонятен вот смотрите вот этот резистор 3.3 вначале я такой когда только посмотрел на схему думал что он составляет часть резистивного делителя ничего подобного потому что здесь он стоит просто между входом и выходом смотрите вот вот выход у нас вот это очевидно выход вот вход с этим тоже нет никаких сложностей вот конденсатор вот этот резистор вот он в реальности он греется до 180 или больше градусов просто так чтобы как бы схема не работала фолостой попробовал смоделировать эту схему вот в том виде в котором она есть сейчас и получается что не очень-то она и работает при изменении номинала этого резистора то есть когда я меняю ток который выдает схема она совершенно не стабилизирует его то есть в ней допущена какая-то видимо ошибка я уже дальше тут уже не стал еще тратить несколько дней на то чтобы разобраться где именно ошибка но я тут уже вот много попробовал тут видно по многочисленным записям тут все пытался высчитать как и что здесь простоял все потенциалы относительно вот этого нуля здесь можно посмотреть все потенциалы относительно общего контакта этой микросхемы вот то что она питается 18 и 3 десятых вольта вот все остальное здесь минус 120 в общем все это замечательно но дело в том что сами регуляторы на основе 723 микросхемы они уже конечно считаются этаким электронным антиквариатом потому что по прямому назначению их мало кто использует особенно кстати оцените в каком она корпусе сейчас наверное все привыкли ее видеть в виде прямоугольных а здесь она вот в таком еще старом корпусе обычно их использовать либо в паре с импульсным источником питания какой-либо топологии либо не использует вовсе потому что это сейчас нерационально так вот поэтому что я думаю я думаю сделать здесь вместо этой платы вот этой вот такую же совместимую с ней по штырькам но которая бы не использовала вот эти транзисторы а сделать ну какой-нибудь простенький бак-конвертор который бы понижал постоянное напряжение которое приходит сюда вот на вход около 174 вольт до 100 если вы посоветуете как это лучше сделать но с удовольствием почитаю ваши комментарии может быть там ну вот я использую микросхему раньше TL597 TL494 и подобные но можно сделать простенький конвертер потому что особо большая мощность здесь не нужна вот такие планы до встречи в следующих видео